Словарь Иногда бывает трудно подобрать синоним или антоним к слову. Помочь в такой ситуации может словарь. Словари бывают разные. В орфографическом словаре вы узнаете, как правильно писать слова. В толковом словаре вы сможете узнать значение слова. Если вы затрудняетесь подобрать синоним к слову, вам нужен словарь синонимов. Чтобы найти слова-антонимы, воспользуйтесь словарем антонимов. Давайте научимся работать со словарем синонимов. В конце учебника по русскому языку, как бумажного, так и электронного, есть словарь синонимов. Слова в нем располагаются группами или рядами. Первые слова в группе расположены в алфавитном порядке. Если нужно найти синоним к слову, найдите это слово по алфавиту, прочитайте написанный рядом синоним или ряд синонимов. Попробуем найти синоним к слову друг. Для этого находим в словаре слова на букву Д. Находим слово друг. Читаем написанный рядом синоним. Итак, синоним к слову друг – это слово товарищ. С помощью словаря синонимов нетрудно найти близкие по смыслу слова и цветовой палитре. Теперь научимся работать со словарем антонимов. Словарь антонимов также расположен в конце учебника по русскому языку, как бумажного, так и электронного. Слова в нем располагаются парами. Как и в словаре синонимов, первые слова в паре антонимов расположены в алфавитном порядке. Если нужно найти антоним к слову, найдите это слово по алфавиту, прочитайте написанный рядом антоним. Попробуем найти антоним к слову жара. Для этого находим в словаре слова на букву Ж. Находим слово ЖАРА, читаем написанный рядом антоним. Итак, антоним к слову ЖАРА – это слово ХОЛОД. Таким образом, словари синонимов и антонимов помогают быстро подобрать синонимы и антонимы к словам.